Здравствуйте, друзья! Как видите, я пытался записать видео на даче, но вопрос оказался такой, что сходу ответить на него не удалось. Я долго пытался писать, монтировать, но в итоге окончательную версию пришлось собирать в городе. Итак, послушаем Катю. Добрый день! Я довольно часто слышу, что мы якобы жесткие. Даже лично меня говорят, кто-то считает жестко. И в связи с этим у меня есть вопрос. А вот наша любовь к каким-то прикладным техникам, к Атеме, не отдаляет ли это нас от, собственно, Айкидо? И что в таком случае такое Айкидо в принципе? Где граница между Айкидо и чем-то другим, какой-то прикладнухой может быть? Хорошо, спасибо. Итак, у нас три вопроса. Как мы далеки? Почему мы жесткие? И что же такое Айкидо? Начнем с последнего. Обычно в ответ на этот вопрос мы слышим путь, гармонии, энергии. И когда я это слышу, я обычно делаю вот так. И почему же я так делаю? Господа, не стоит пытаться высосать целую философию из трех иероглифов. Три иероглифа – это всего лишь название. В Айкидо есть философия, но за эти три иероглифа вы ее не вытащите. Да, это красивое название, удачное название. Его придумал сам основатель. Но это всего лишь название. Вы же не будете рассказывать о своем друге по имени Саше, начиная с того, что он Александр, что в переводе означает «защитник людей». Невозможно изучить предмет, прочитав лишь название учебника. И сейчас мы учимся у учеников и последователей-основателей. Айкидо давно вышло за пределы Японии. И сейчас мы видим множество школ, возглавляемых неяпонскими учителями. А для тех из нас, кто не посвятил достаточно времени изучению японского языка и японской культуры, просто так перевести эти три иероглифа довольно-таки проблематично. В ожидании лекции Куботу Сэнсея я очень хотел задать ему вопрос о Ки. Но этого не случилось, потому что еще до начала лекции в вводном своем слове он сказал, что не сможет нам объяснить, что такое Ки. Он сказал так, если меня спросят, что такое Ки, мне придется, и он поднял со стола примерно такой толщины книжку, придется просчитать вот такой объем текста. Так что я призываю своих уважаемых коллег воздержаться от дилетантских интерпретаций, за исключением тех, разумеется, кто посвятил время исследованию этой темы. В этом контексте я бы хотел поделиться еще одним своим соображением. Это исключительно мой личный взгляд. Возможно, с ним кто-то не согласится. Мне кажется, что сейчас Айкидо слишком выросло. И, как возможно, какие-то современные науки и искусства, его уже невозможно описать какой-то одной короткой характеристикой. Так, например, когда-то можно было сказать о человеке, что он изучает химию. Сейчас, разумеется, требуется очень-очень серьезное уточнение. Возможно, тоже произошло с Айкидо. Сегодня мы даже в рамках одной организации можем увидеть мастеров, которые показывают очень разное Айкидо. Подводя итог, я хочу сказать, что, во-первых, мало для объяснения того, чем мы занимаемся, просто перевести название. Во-вторых, я уверен, что этот вопрос нужно постоянно себе задавать, заниматься его изучением и, возможно, время от времени по-новому на него отвечать. Как же отвечаю на него я? Должен сказать, что этот ответ, конечно, будет отличаться от того, который я бы дал 20 лет назад и даже, наверное, 10 лет назад. Но сейчас у меня есть довольно простая формулировка, которая выскочила совершенно случайно с языка во время недавних показательных выступлений. Айкидо – это современный способ изучать традиционное Будо без риска получения травм. Конечно же, это мое личное мнение, я его не навязываю за пределами своего додзи, но сейчас эта формулировка кажется мне очень правильной. Что же касается жесткости в айкидо? Здесь я рассмотрел бы три аспекта. Первый случай – это такой комический. Это когда за жесткость принимают просто умение делать эффективную технику. Как случается, высоко в горах, но не в нашем районе, что айкидо практикуют как такую парную акробатику, где тебя коснулись, ты красиво падаешь. И как только ты не падаешь от того, что тебя коснулись, тебя сразу объявляют жестким. У меня в практике было много забавных случаев такого культурного столкновения. Понятно, что в нашем додзи дело обстоит не так. Мы считаем себя последователями Фудзито-сенсея, и у нас принято падать, когда тебя роняют, а не когда тебя трогают. Но есть и другой вариант жесткости. Например, когда ты не очень понимаешь линию, не очень владеешь техникой, ты можешь что-то доработать силой. Вот это у нас как раз принято называть жестким исполнением. Да, сейчас ты не умеешь войти корпусом, ты чуть-чуть не доходишь и что-то доделаешь руками, к примеру. Или выходишь на неверный угол, тебе неудобно, и ты опять же силой дорабатываешь. Это ученическая жесткость. Это не должно остаться. Про Катю я бы как раз сказал, что если говорить о жесткости, это только в таком контексте. И сильно переживать по этому поводу не нужно, потому что это просто этап обучения. Ты его преодолеешь и пойдешь дальше без этой самой жесткости. И остается еще один вариант. Делать технику жестко можно, когда ты ее умеешь делать, но просто вкладываешь дополнительную силу, просто потому что можешь. Это такие особенности личного характера, но я не думаю, что Кате следует об этом беспокоиться. Это не про нее и в общем не про нас. Что же касается прикладнухи и как она нас удаляет. Прежде всего я хотел бы сказать, что никакой прикладнухи в нашем доджи нет, потому что у нас нет контактных спаррингов. Все очень просто. Если вы хотите изучать прикладное боевое искусство, я не знаю, возможно вы хотите избивать людей на улице или с кем-то сражаться, возможно у этого есть вполне достойные применения, но так или иначе для этого вам нужны обязательно контактные спарринги. Невозможно изучать практически боевое искусство, не получая удары и не нанося удары. Это все равно, что сказать молодой человек, хотите стать хорошим любовником, почитайте Макпасана. Интуиция подсказывает, что кроме того, что молодой человек прочитает книжку, ему потребуются еще какие-то практические занятия. То же самое с боевыми искусствами. Я вообще не вижу для себя какой-то необходимости изучать прикладное боевое искусство. Мне это в жизни не нужно. Я не дерусь, я не избиваю людей на улице, я не служу в каком-то спецподразделении, где нужно обезвреживать злодеев голыми руками. И я считаю, что единственная причина изучать практическое боевое искусство очень проста. Вам это должно нравиться. Я рад, когда люди занимаются тем, что им по душе. Что же касается того, чем занимаемся мы, как я уже сказал, это современный способ изучать традиционное Будо без травм. И оказалось, это очень удобный инструмент для совершенно разных задач. Занимаясь эгидом, мы получаем массу навыков необычных и интересных, которые способствуют саморазвитию. Собственно, это основная причина, по которой я прихожу в додзю. Да, в нашем додзю мы стараемся расширять свой кругозор. И хакко, и айдо, кензюцу, силат. Я даже в боксе черпаю вдохновение. Многие базовые упражнения для тай-собаки именно оттуда. Но это не значит, что мы занимаемся каким-то микс-файтом. Нет. Просто айкидо – это очень фундаментальное знание. Это базовые принципы взаимодействия в рамках боевого контакта. Мы изучаем камая, тай-собаки, и только дальше уже идет взаимодействие. Это взаимодействие идет по базовым законам айкидо, которые мы изучаем. И когда вы изучили эту базу, когда она уже в вашей моторике, в вашем мировоззрении, в вашем сознании, тогда от техники можно просто абстрагироваться. Это все равно будет айкидо. И это прекрасно видно, если посмотреть разных учителей. Очень разное понимание айкидо. Каждый из мастеров наполняет это искусство чем-то своим личным, вносит свой вклад. Можно увидеть очень разные демонстрации. Так что, отвечая на твой вопрос, удалиться от айкидо можно, но не изучая хакку. Удалиться от айкидо можно просто, если ты решишь удалиться от айкидо. Надеюсь, не удалось ответить на эти вопросы. Буду рад, если кому-то за пределами нашего додзи это тоже покажется полезным. Буду рад услышать ваше мнение. Пишите в комментариях. Не забудьте оценить это видео. И, как всегда, всем хорошим людям желаю не болеть. И глазом так. Потому что духовно. Нет, это придется переписать. Никуда не годится.